Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Мне кажется, плодотворнее было бы анализировать эту проблему в произведении Гоголя, опираясь прежде всего на представление великой цепи бытия или природы вещей, имеющей долгую философскую традицию и лежащей в основе средневековых местиарей. В этом выступлении мне хотелось бы сосредоточиться на интерпретации записок сумасшедшего Гоголя именно в контексте великой цепи бытия. Критика, как правило, обращает внимание на присутствие сюжета повести трех собак – Мэджи, Фидель, Палкана. Хотя на уровне наррации в тексте фигурирует в форме риторических фигур или тропов чуть ли не цели бестияри. Около часто употребляемых слов бестия, каналья, этимологически восходящих к значению животного, находим цапля, свиня, канарейка, лебедь, черепака и так далее. При том, что границы между мирами животных и людей мало-помалу размываются. Именно этот факт на фоне фундирующей текста концепции великой цепи бытия, которая имплицитно сопоставляется, по-моему, с табелью о рангах, Именно этот факт позволяет выявить тот великий философский общечеловеческий смысл, который Гогол узрел в трагедии Поприщина. В излежении Лаково и Тернера, это имею в виду книга «More than Cool Reason», Великая цепь бытия выглядит следующим образом. А. Существующие в мире объекты делятся на классы – люди, животные, растения, артефакты, природные и физические объекты. В. Каждый из классов характеризуется свойствами, определяющими их поведение. В. Классы объектов образуют иерархию, иерархию восхождения от низших к высшим. Иерархия состоит в том, что каждый класс, состоящий выше, имеет все признаки низшего класса, плюс различительные признаки и различительные поведения. Свойственны только этому классу. В. Люди имеют признаки высшего порядка – разум, сознание и высшие формы поведения. Животные имеют такие признаки – инстинкты и инстинктивное поведение. Растения имеют биологические признаки, ведущие к биологическому поведению и так далее. Лагов и Тернер дополняют великую цепь бытия двумя высшими уровнями – общество и космос. Эти уровни создаются благодаря великой цепи метафор. Мы понимаем общество как формы бытия метафорически в терминах форм бытия более низких уровней. Мы говорим о справедливом обществе, о миролюбивой нации, об империи зла. Как если бы это были эквиваленты человеческого характера. Общества понимаются также в терминах класса животных и природных объектов. Подобным образом мы понимаем и космос. Равнодушная вселенная, грозная вселенная и так далее. Важнейшей чертой великой цепи бытия является отношение доминирования. Цитирую. Более высокие формы бытия доминируют на более низком. В силу своих более высоких ценных свойств. Таков, собственно говоря, порядок, установленный Господом. Такая культурная модель макрокозма и микрокозма. Каждый уровень внутри великой цепи бытия воспроизводит структуру великой цепи в целом. Цитирую. На каждом уровне есть более высокие и более низкие формы. И более высокие властвуют на более низкими. Лагов и Тернет пишут о глубоких последствиях культурной модели великой цепи бытия. Иерархия – это не только то, что есть, но это то, что должно быть. Отсюда следует, что неправильно изменять порядок доминирования, ибо это и есть естественный порядок. То, что происходит с Поприщиным, хотела бы далее объяснить, исходя из великой цепи бытия, как результат сосуществования его сознания двух неподвижных идей. Это более-менее, как у Германа в пиковой даме Пушкина, неправильного порядка в табелье о рангах и вызова правильному порядку великой цепи бытия. Подрыв мирового порядка, основанной естественной иерархией классов, «Записка сумасшедшего» начинается с нейтрализации иерархического соотношения между классом людей и классом животных. Приемы нейтрализации таковы. Первое – установление внешнего подобия между человеком и животным. Это сквозной мотив, составляющий своеобразный фон первых страниц в «Записках сумасшедшего». Внежнее подобие может сопровождаться подобием поведения. Оценочное значение соотносится не только с внешним видом и поведением, но и с когнитивными способностями человека. Приведу несколько примеров. Как в той последовательной, в которой они появляются в тексте. Цапля, проклятая цапля о начальнике отделения. Попричин говорит. Что за бестия наш брат-чиновник? Еще другая цитата. Лакей отворил дверцы, и она выпорхнула из кареты, как птичка от дочки директора департамента. Это дом Сверкова. Это говорящая фамилия. Какого в нем народа не живет. А наши братья-чиновники, как собака, один на другом сидит. Но это была она. Плацинная ее была белая, как лебедь. Другая цитата. Канарейка. Право канарейка. Еще одна из этих бестий вздумала меня, не вставая с места, подшивать табачком. Еще другая. А вот из наших братья-чиновников есть такие звени. Интересно, что этот мир животных редит по мере превышения Попричина в испанского короля. И в самой же последней записи естественный непорядок восстанавливается. Спасите меня, цитирую. Спасите меня, возьмите меня, дайте мне трогу быстренько вихор коней. Укажем также на опосредование, сближение. Например, оценивая своих куртизанов, собачка Меджи дает им человеческие оценки. Еще утверждаются черты скотства между способами письма собачки Меджи и самого Попричина. Разбивание границы между двумя герархическими классами люди-животни находят яркое выражение в линии говорящих собачек с их перепиской. Понятно, что с точки зрения великой цепи бытия, это представляет собой самое четкое проявление альтернативного по отношению к естественному порядку вещей. Поскольку оно связано с нарушением границы между мирами людей и животных. За первым удивлением от разговора Меджи следует исключительно важное свидетельство Попричина. Цитирую. «Признаюсь, я начинаю иногда слышать и видеть такие вещи, которые никто еще не выдавал и не слихивал». Эта фраза имеет несколько прочтений. Контекстное обусловление связано с собаками. Сюжетное обусловление как одно и предвестие безумия Попричина. И на наш взгляд самое глубокое философское и трагическое прочтение. Откровение Попричина состоит в том, что ему открывается недолжность как естественного, так и альтернативного порядка вещей. Обреченность людей на страдания. Открывается ему и свет материнской любви и сострадания к своему больному дитятке, что собственно и есть единственная должная истина в мире. На страницах записок сумасшедшего ведется непрерывный анализ когнитивной способности разума и мышления. И соответственно безумия. У собачек подчеркивается интеллект до речи и политичности. Цитилию. «Я давно подозревал, что собака гораздо умнее человека. Я даже был уверен, что она может говорить, но что в ней есть только какое-то упрямство». Другая цитата. «Она чрезвычайный политик, все замечает, все шаги человека». Еще другая. «Собаки народ умный, они знают все политические отношения». И еще. «А вот, наконец, да, я знал, у них политический взгляд на все предметы». Это комментарий Поприщина по поводу фрагментов, несколько фрагментов из письма Менжи. Параллельно характеризуются с точки зрения интеллекта как сам Поприщин, так и персонажей записок сумасшедшего. Что касается Поприщина, то первое сомнение в его разуме высказывает с первых же строк начальник отделения. Цитирую. «Что это у тебя, братец, в голове всегда яролаж такой?» И далее. «Ну, размысли коротенько. Ведь тебе уже за 40 лет пора бы ума набраться». Оценка с точки зрения ума глупости является таким же сквозным мотивом, как и квалификация людей как животных. Цитирую. «Наш директор должен быть очень умный человек. Как видим, оценка гипотетическая должен быть. В отличие от признания, безусловно, присутствия ума у собак». Еще другая цитата. «Эко-группы народ французы. Еще. Глупые чухонки. Письма группы собачонки. А здесь Меджи оценивается как человек, но ставится по сомнению не наличие разума, а лишь его уровень. Еще разные пишут глупости и так далее». «В центре внимания оказывается голова, как прибежит ума. Начальник отделения пытается понять, что в голове у Поприщина. И эту же операцию производит Поприщин, рассуждая о умном директоре». Цитирую. «У, должен быть голова. Все молчит в голове, я думаю, все обсуживает». Напомним, наконец, окончательную оценку умственных способностей директора. Какой он директор? Он пробка, а не директор. Пробка. Обыкновенная пробка. Простая пробка. Больше ничего. Здесь, конечно, ссылка на общеупотребительную дьему, груб, как пробка. «Умственные возможности становятся индикатором восприятия естественного и опрокинутого порядка вещей. Это, конечно, наиболее характерно да пропищено». Вот его разговор с девчонкой. Цитирую. «Что вам угодно, сказала она, мне нужно поговорить с вашей собачкой. Девчонка была глупа. Я тотчас узнал, что глупа, интеллект девчонки, оценивается из ее реакции на наружение парадок вещей. Совершенно такова же реакция на поведение джунжанки Маври. Цитирую. «Когда она услышала, что перед ней испанский король, то сплеснула руками страха. Она грубая, никогда не видела испанского короля». С другой стороны, у самого Поприщина неодвекватно реакция как раз на естественный порядок вещей. Цитирую. «Я не понимаю, как я мог думать и воображать себя, что я титулярный советник. Как могла взойти мне в голову эта сумасбродная мысль? Хорошо, что еще не догадался никто посадить меня тогда в сумасшедший дом». Конец цитата. «Высокий ум приписывается пациентам сумасшедшего дома, который Поприщин принимает за испанских грантов». Итак, оппозиция «люди-животные» записки сумасшедшего фактически аннулируется. Одни и те же признаки приписываются как людям, так и животным. Собаки наделены разумом, как и люди, и эти последние, чрезвычайно похожи на животных. Есть много доводов в пользу того, что приписать Поприщину собачий статус равно как и собачью жизнь. Думается, однако, что в записках сумасшедшего высказана более глубокая мысль, отвергается сам критерий разделения людей и животных по критерии, как я сказала, разум, сознание. Размышляя над письмами Меджи, Поприщин записывает, цитирую, «Не подавайте человека, я хочу видеть человека и требую пищи, той, которая бы питала и услаждала мою душу». Речь здесь, конечно, идет о духовном пище, в контрасте с обуждениями еды и блюд, которые заполнены письмом Меджи. «Кого же следует называть человеком? Когда Поприщина мучает пыткой, цитирую, начали мне на голову копать холодной водой, от этого он готов был впасть в беженство», это цитата, то есть сойти с ума. Именно жестокость заставляет Поприщина помыслить от отсутствия разума у королей. Цитирую, «Обычай глупый, бессмысленный, для меня непостижима безрассудочность королей, которые до сих пор не уничтожают его. Человек является тот, как наделен состраданием, сочувствием, тем сочувствием, о котором пишет поэт. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Людьми являются пациенты в сумасшедшем доме, потому что они готовы спасать луну. Попришин ощущает сердечное беспокойство, вообразив в себе ее необыкновенную нежность и непрочность. И можно согласиться с Золотузским, когда он пишет, те из иных позиций, о можно порыве глубоко человеческого, собственно и повергнувшем его попришина в безумии. Лаков и Тернер пишут о том, что внутри отдельных классов форм гутия устанавливаются дальнейшие разделения подклассов и представлено отношение герархии. Основной состав населения в запихе сумасшедшего, кроме собак, это русские люди, названные по их месту в социальной герархии. начальник отделения, директор, надворный советник, титулярный советник, камер-юнкер, унтер-офицер, военный полковник, граф, дворянин, мешанин, крестьянин, купец, мужик, помешник, ремеслик, холоп. Эти названия в тесте повторяются, варьируются, и мы с попришина все время вертится в этом кругу. Сам попришин характеризуется также, исходя и принадлежности к санцзловию, к чиновничему рангу и должности. Чиновничего в целом представлено в записках сумасшедшего во всей красе. И попришин в этой иерархической системе мысли в те же категории, которые присущи чиновничеству в целом. Он, цитилю, хотел бы быть генералом, чтобы увидеть, как они будут удивляться, делать все эти придворные штуки и кивуки, и потом сказать им, что я плю на вас обоих. одновременно размышления попришина проявляются его ум, зоркость, можно сказать, объективные видения всей канцелярской сволочи. Именно как личность попришин задает сакральный вопрос, цитирую, отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник. Конец цитата. Это уже не только и не столько вопрос о чине, сколько вопрос о том, можно ли личность оценивать по чину и должности. И здесь вступает в действие другая характеристика попришина, созловная, а именно то, что он дворянин. Теперь, конечно, нужно вспомнить, что слово благородный в русском языке многозначно благородный, значит, аристократического или дворянского происхождения и способный пренебрегать личными интересами, высокоразвенны, безукоризненно, честны. Таким образом, подобно тому, как в записках сумасшедшего аннулируется оппозиция люди и животные, так же по существу аннулируется значение дружебной иерархии. Дело не в том, чтобы быть аристократом, но благородным, высокоразвенным человеком. Как в этом свете следует рассматривать то, что Попришин объявляет себя испанским королем? Вовлеченность в испанские дела появляется у Попришина под влиянием чтения газеты. И Попришин рассуждает очень здраво, когда обращается к испанскому, а не к русскому верховному лицу в государстве, ведь он сам видел российского императора. В желании заместить место испанского короля проявляется неподвижная идея, состоявшая в утверждении правильного мирового порядка. Попришин именно так и пишет, цитирую, «Государство не может быть без короля, и Попришин можно сказать приносит себя жертву, когда решается раскрыть свое инкогнито, ведь он восстанавливает правильную великую цепь бытия». Цитирую, «В Испании есть король, этот король отискался, этот король я». Конец цитаты. «И он стремится действовать в рамках законности, ждет испанских депутатов, счет себе королевскую мантию, изрезав сначала ножницами свой новый вицмундир». Но здесь вновь и уже окончательно уничтожаются две неподвижные идеи, приведшие к расшеплению сознания Попришина. В записках сумасшедшего есть пронзительная фраза, цитирую, «Я как король остался один». Конец цитаты. Попришин как воплощает представление о сказочном, добром и хорошем короле, об исполненном сострадании человеке. И первейшей заботой Попришина как короля Испании становится спасением луны о земле, которая есть вещество тяжелое. По существу на тяжелой земле в мире есть одна герархия – те, кто мучат и те, кого мучат. Благородный человек Попришин конечно среди тех, кого мучат. Ведь часть того, на чем строят свои рассуждения Попришин относится к реальным событиям, к тому, что происходит в мире, к тому, как этот мир устроен. Безумие Попришина – это проекция в одном человеческом сознании безумия мира. Попришину нет места на земле, его гонят, размышление Попришина – цитирую, может быть, я сам не знаю, кто я таков – обретает не герархический, но разве не смысл. Природа или личность? Выбор Попришина определен, но на этот вопрос приходится в течение жизни отвечать каждому человеку. Спасибо за внимание. Спасибо. , спасибо. Спасибо. Продолжение следует...